Сегодня мы с вами идем выбирать одежду на осень на немецком языке, поэтому ни в коем случае не переключайтесь, оставайтесь со мной. Всем привет! Меня зовут Валерия Стрельцова, и я профессиональный преподаватель немецкого языка. Обязательно подписывайтесь на мой семейный канал по изучению немецкого. Сейчас мы с вами подберем несколько вариантов, а это куртка, может быть пальто, даже жилетка, и посмотрим, как они могут сочетаться вместе с шапкой, перчатками, либо даже варежками. Вот такая первая куртка, мне кажется, она очень хорошо мне подойдет. Далее, здесь есть вот такое пальто, но как-то оно не очень красиво смотрится, такое мятое. Нет, не подойдет. Это тоже какое-то короткое, не совсем в моем стиле. Далее, ДИ ВЕСТЕ. ДИ ВЕСТЕ. Это жилет. Смотрите, вот такой здесь есть неплохой. Правда, я терпеть не могу розовый цвет, но каждый раз, когда я его покупаю, мне в нем хорошо. Сейчас я найду свой размер. ДИ КРОСЕ. ДИ КРОСЕ. Размер. СОРОК ЧЕТВЕРТЫЙ. Давайте вот этот посмотрим. И пальто. Давайте сюда пройдем. Вот это неплохое, как раз с моего размера. Его примерим. Сейчас каждому образу мы с вами подберем нужный аксессуар. Первая это вот эта куртка, потому что я с самого начала у самого входа этого магазина взяла. Так, начнем с шапки. ДИ МЦ. ДИ МЦ. Шапка. Вот на эту зелененькую я положила глаз. Посмотрим, как она подойдет к этой куртке. Я думаю, что неплохо. Такой яркий акцент. ДИ МЦ. Далее. Здесь очень много разных кепок, но все они такие летние и не подойдут по сезону к нашей жилетке. ДИ КАПЕ. Это кепка. ДИ КАПЕ. Но она абсолютно никак не сочетается, причем в ней очень можно замерзнуть легко. Поэтому я выбрала вот эту шапку. Она очень классно подходит. ДИ МЦ. ДИ ЗЕ МЦ. ПАСТ ПЕРФЕКТ. ЗУ ДИ ЗА ВЕСТЫ. Кстати, вот неплохая есть еще кепка. Она такая достаточно теплая. Я ее попробую примерить вместе с этой жилеткой и выбрать, что мне больше подойдет. Либо это кепка, либо вот эта шапка. А, кстати, как вы думаете? Напишите в комментариях. Последняя вещь, которой нужно подобрать аксессуары, это пальто. И нужно что-то такое яркое, акцентное. Я вот хочу попробовать вот этот шарф. Такой коричневый. ДИ ШАЛЬ. Вот этот темно-синий. Мне понравился. И хочется что-то такое вязаное, такое крупное, объемное. Вот это неплохо. Ну, вот эти бумбончики, какие-то они очень зимние. Вот этот серый можно попробовать. Такой яркий. И классические перчатки. ДИ ХАНДШУ. Это одна перчатка. ДИ ХАНДШУ. Это две перчатки во множественном числе. Обратите внимание на то, какое смешное это слово. ДИ ХАНД. Это рука. ДИ ШУ. Это ОБУВЬ. То есть, обувь для рук. ДИ ХАНДШУЕ. ДИ ХАНДШУЕ. Можно вот такие самые простые классические взять, черные, вязаные. Я думаю, даже под этот шарф будет неплохо. А смотрите, что еще есть, но это уже на зиму. ДИ ХАНДШУЕ. ДИ ХАНДШУЕ. Это варежки. Вот такие очень яркие. То есть, ни в коем случае не путайте, как в русском эти слова отличаются. Варежки и перчатки. Точно так же и в немецком. ДИ ХАНДШУЕ. ДИ ХАНДШУЕ. ДИ ХАНДШУЕ. А теперь мы с вами отправляемся в примерочную это все мерить. Слушайте, эта первая куртка просто невероятная. И давайте теперь скажем фразу «Эта классная куртка, она подчеркивает фигуру». Это действительно так. И, кстати, эту фразу вы можете использовать, когда хотите кому-то сделать комплимент. Это может быть не только куртка, это может быть вообще абсолютно любой предмет одежды. Допустим, платье. Это платье прекрасное, оно подчеркивает твою фигуру. Запоминайте и пишите в комментариях. Далее я отправляюсь брать шапку и шарф, который я подобрала для этой куртки. Вот этот цвет, мне кажется, он хорошо подойдет к моим глазам. Сейчас посмотрим. ДИ ЗЕ МЮТЦЕ ПАСТ ПЕРФЕКТ ЗУ МЕЙНА АУГЕНФААБЫ. Эта шапка отлично подходит к цвету моих глаз. Но, знаете, у нее есть один такой большой, я бы сказала, недостаток. Она достаточно такая теплая для осени. Как это сказать на немецком языке? ДИ ЗЕ МЮТЦЕЙСТ ФЁДЕН ХЕПСТ ФИЛЬТСУ ВАМ. То есть, эта шапка слишком жаркая для осени. Именно поэтому я думаю, что все-таки, когда такая достаточно теплая погода, лучше будет без нее. Знаете, что самое сложное оказывается для большинства изучающих немецкий язык? Разговаривать и понимать немецкий на слух. Все знают большое количество слов, грамматику. Но как соединить это в одно предложение и выразить свою мысль на немецком языке у них не получается. Почему? Потому что они учат отдельно грамматику и отдельно слова. А когда им приходится разговаривать на немецком языке, они просто не могут это сопоставить. Им нужно время для того, чтобы составить каждое предложение. Но для того, чтобы это избежать, вам нужно просто запоминать готовые фразы на немецком. Чтобы вы не тратили время на то, чтобы сформулировать мысль, когда либо к вам кто-то обратился, либо когда вы сами хотите что-то кому-то сказать на немецком языке. Для максимального вашего комфорта, для того, чтобы вы могли учиться где угодно, когда угодно и тренировать свою речь. Ведь для того, чтобы разговаривать, нужно именно разговаривать, непосредственно произнося предложение из своих уст. Мы разработали аудиокурс немецкого, в котором собраны все темы для комфортной интеграции в Германии. Это и поход к врачу, в аптеку, общение с немцами на улице, в кафе, в магазинах и так далее, и так далее. Для того, чтобы присоединиться к аудиокурсу немецкого, переходите по ссылке в описании к этому видео. Это мой второй образ, и к нему я подобрала два аксессуара. Кстати, хочу вам напомнить такую интересную вещь о том, что, когда мы говорим, что надеваем одежду, мы используем глагол anziehen. Например, ich zie meine Wäste an. Я надеваю свою жилетку. Но, если вы говорите о том, что надеваете аксессуары, например, кепка, либо шапка, либо очки, тогда вы будете использовать совершенно другой глагол. И это глагол aufsetzen. Давайте с вами посмотрим, как это работает в предложении. Ich setze meine Mütze auf. Кстати, она тоже достаточно тёплая. Diese Mütze ist für den Herbst viel zu warm. Это слишком жаркая шапка для осени. Теперь попробуем кепку. Die Kappe. Die Kappe. Мне очень понравился её принт. Ich setze meine Mütze auf. Ich setze meine Mütze auf. Слушайте, она мне какая-то маленькая. Sie ist zu klein. Diese Mütze ist zu klein. Как вам? Что думаете? Напишите в комментариях. Это мой последний третий образ. Кстати, интересный факт вообще про съёмку этого видео. Все эти три образа, которые я подобрала, я выбрала с самого первого раза. И они мне действительно все нравятся. Смотрите, если бы я увидела человека вот в таком наряде, скажем так, я бы точно сказала, какой у тебя классный вкус. Du hast einen tollen geschmack. Так это можно выразить на немецком языке. Смотрите, шарф, он из шерсти. Такой тёплый и приятный на ощупь. А если вы хотите сделать ещё один комплимент, то вы можете сказать вообще, оценивая образ в целом. То есть этот наряд тебе очень хорошо идёт. То есть он тебе классно подходит, он тебе идёт. Напишите в комментариях, какой из трёх образов вам понравился больше всего. Я даже не знаю, какой выбрать. Мне кажется, первый и третий для меня просто вау. Второй? Так себе. Я бы сказала, на четвёрочку.